В пятницу 16 июня в 19.00 по московскому времени состоится матч против легенды Блица, международного мастера Николая Власова. Сейчас мы позвоним нашему сопернику по предстоящей схватке и обсудим этот матч. Ну, во-первых, спасибо, что пригласили. Очень приятно познакомиться, наконец. Я когда-то, в 90-м плюс-минус один год, два раза подряд выигрывал самовар «Вечерки», которых у Тали с Васюковым нет по нескольку. Вот у меня их два. И за один из них там был суперфинал Москвы, и в суперфинале Москвы я играл с Талем еще живым. Вот эта преемственность Блица через меня как-то все-таки идет, и я пытаюсь ее довести до всех молодых. Хотя сам сейчас, конечно, играю уже не так, как в начале 90-х. Но еще до нулевых я держался. Я еще бил 12-летнего Тарякина, а потом уже он меня. И я вот молодых как бы сейчас... Ну вот я больше знаю стримеров. То есть я знаю Сергея Жигалко, Вогу Чеса, Клементия Сычева, Савелия Голубова. А вот Матфей Гальченко для меня был ноунейм до буквально недавнего времени. То есть, ну, может, месяц назад я еще не понимал, кому проигрываю. Вот. Так что очень приятно сейчас познакомиться и сыграть. Николай, есть ли отличия между современной молодежью, современными молодыми блицорами и блицорами советскими молодыми тоже? Вот. Или подготовки, или по духу современовательному? Ну, по подготовке я, в общем-то... Современные, конечно, больше работают. Но это вообще общая тенденция шахмата, она блица даже не касается. Вот Спасский, по моим оценкам, был последний чемпион мира ленивых, а начиная с Фишера уже стало просто невозможно. То есть Фишер проделал такой колоссальный объем работы над шахматами, что после него стало невозможно быть на вершине и не работать при этом. Ну, или мало работать. Ну, разве что... Ну, может быть, можно как-то Карпову упрекнуть, что за него работал Фурман, но зато он так много работал, что Карпову хватало. Ну, и сам Карпов, на самом деле, конечно, работал больше, чем казалось. И с тех пор, и все молодые сейчас, конечно, они все очень много работают над шахматами, независимо от таланта, потому что одним талантом уже невозможно пробиться. А по духу, как бы... Я не уверен, насколько это справедливо насчет нынешней молодежи, но вот в мои времена, когда играли молодые, не очень известные, но очень амбициозные блицоры, вот вроде Шипова, меня, Игоря Ягупова, Леня Головин был из Саратова, великий блицор, малоизвестный, потому что он не стал гроссмейстером, по-моему. Вот у нас все это было... Ну, во-первых, мы блицевали на деньги, потому что спонсоров тогда никаких не было, и мы вот... Я свою студенческую стипендию проигрывал просто до последней копии, вот, в Сокольниках. И это во-первых. А во-вторых, у нас вот в связи с этим может быть, а может и параллельно, у нас были такие отношения дружеские, но очень боевитые. То есть нам было очень важно друг друга обыгрывать, мы друг друга там вот обзывали лохами, как-то пытались психологическую победу одержать не только за доской, но и... Это вот это старое очень название до нашего поколения еще, оно какое-то вот даже, может быть, старше шестидесятых. Это называлось «блиц со звоном». То есть когда блицоры одновременно за доской еще и разговаривают друг друга, поливая всякими вот иногда не самыми корректными словами. Вот, у нас эта борьба была очень принципиальная, амбициозная. Сейчас все-таки люди как-то, ну, у меня, по моим ощущениям, стали мягче, вежливее друг к другу, вот. И когда пытаются, вот на лиге стримеров, кстати, пытались записывать предварительные видео перед матчем, когда соперники перед матчем, ну, как бы оскорбляли друг друга, вот. Вот, и это было интересно, но, на мой вкус, это явно уже выглядело нарочито, а не от души. А вот в мое время это было именно от души. Николай, что вы ждете от пятницы, от нашего матча, и как оцените свои силы и потенциальный результат примерно? Ну, у нас же есть личный счет на Чизкоме, там, типа, 4-0 в твою пользу. Вот, то есть я свои силы, я оцениваю трезво. Моя задача — это не проиграть 15-0. Вот, и, в принципе, вот если у меня получится, как у Вова Чеса, проиграть 10-5, то для меня это будет, наверное, ну, точно не провал. Ага. Я постараюсь набрать больше. До пятницы мы будем рады, я буду рад сыграть с вами, и, в принципе, очень рад, что этот матч вообще организуется. Взаимно большое спасибо вам и вашим спонсорам, что не забываете, и до встречи за доской. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова